Как-то все нехорошо совпало, как-то наслоилось все друг на друга. Трамп какую-то шестеренку все-таки провернул и дерибаску с ребятами залихорадило. Народ-то за дерибаску особенно не переживал, но тут выскакивает Доваркович и заявляет, что правительство своих в беде не оставит и обязательно подсобит. Вот тут первое сомнение у народа в голове зашевелилось. А не за счет ли бюджетной кубышки они дерибаски и компании подсоблять собрались? В подтверждении после обеда нарисовался Силуанов с предложением гражданам самим позаботиться о достойной пенсии себе. Мол, ситуация серьезная, почти что война с Америкой на носу. Бюджет, дай бог, закроет дерибаску, Сирию и борьбу с украфашистами в Лугандоне. Так что вы со своими пенсиями как-нибудь сами хватит на шеи государства жировать. Народ смотрит, а евро аж к 80 рублей подбирается. Набиулина успокаивает, что все нормально и скоро рынок угомонится. Но думает народ, раз Набиулина говорит, что ничего страшного, значит надо готовиться к наихудшему варианту. Цены попрут им вверх и одновременно с пенсиями и зарплатами начнутся неприятности. Двинулся народ к умным людям и спрашивает, что же нам в этой ситуации делать. В бескормницу бы не впасть при такой международной изоляции и внутренней экономической политике. Умные люди отвечают, что пока ничего страшного. Месяца на 3-4, а то и на полгода хватит для пропитания. Той лапши, что перед и во время выборов нам на уши развесили. Ну а как та лапша закончится, то два варианта остаются. Либо новые лапши на уши навесят, либо просто по ушам настучат так, чтобы глупых вопросов не задавали, когда государство в опасности. Николай Травк. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова